Всероссийская перепись бизнеса в нашей области подошла к завершающей стадии. В Иваново-Стате подвели итоги почти двухлетней работы. Много времени занял подготовительный этап. Еженедельно с руководителями предприятий проводились информационные встречи. Сложнее всего сотрудникам службы пришлось на первых порах, когда велась сплошная перепись субъектов малого и среднего предпринимательства. В нашем регионе оказалось выше 17 тысяч малых предприятий и 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. Нелегко было и бизнесменам. Руководству малых предприятий пришлось заполнить 55 различных форм отчетности. Благодаря сплошному изменилось отношение к статистике. И теперь сплошное обследование будет проводиться раз в пять лет. За ним сразу будет идти выборочное обследование за затратами. Я так думаю, юридические лица, такие как малый бизнес, привыкнут и научатся отчитываться. Результаты переписи показали, что около 50% малого бизнеса в Ивановской области связаны с торговлей. По итогам выборочной переписи, в которой приняли участие 4000 хозяйствующих субъектов, внимание уделяло затратам на производство и реализацию продукции. Цель вот этой работы – получить информацию, характеризующую взаимодействие между различными предприятиями, видами экономической деятельности, информацию, характеризующую связи между отраслями, предприятиями. После 1995 года таких работ в России не проходило. Но между тем, как показывает опыт и советский, кстати, опыт нашей страны, и опыт зарубежных стран, без такой информации невозможно разрабатывать качественно экономические планы и прогнозы. Следующая стадия обследования – обработка поступивших документов. К началу октября специалисты Иванова Стата отправят на федеральный уровень всю полученную от респондентов информацию. Общероссийские данные будут опубликованы в 2015 году. Вместе с тем, стали известны итоги всероссийской переписи населения. Вышел свет первый том с данными о численности размещений жителей. Оказалось, что из 3018 сельских населенных пунктов 634 беззудны. Но есть и хорошая новость. По сравнению с 1970 годом мужское население увеличилось на 2%. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, ОТВ Иваново.